Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это командная игра 3х3, всё ещё из пятой цивилизации. Осталось у меня несколько видео, решил вот эту игру вам полностью выложить, не по сериям, а полностью, и займёт она больше 7 часов, имейте в виду. Пожалуйста, наслаждайтесь, по-моему, игра получилась очень занимательная, такая динамичная, и постоянные-постоянные войны. Ну, не буду спойлерить, приятного вам просмотра. Лёш, вот прошлую игру мы проиграли из-за того, что начали строить монументы, проспали, собственно... Ну, одна из причин, точнее, конечно, не из-за этого мы проиграли. Они быстро нашли там всё вокруг своими скаутами, и очень неплохо за счёт этого у них получилось всё поставить. Посмотрим. Если буду напереди, то начнём скаута, если где-то в селу, то с монумента. Ой, какая хрень. Да, тут самое важное, пантеон на... Мы не успеем его забрать. Да, там же эфиопы. Но только если найдём религиозную БГ-шку. Да. Это так. Блин, ну мне, наверное, надо пойти на какой-то из... Из алмазов поставить. Смысл мне вот тут оставаться? Так, а ты на горе. О, отлично. А, нет, подожди, подожди. Ты меня с карфагеном не путаешь? Да. Я пойду вот на алмаз, который ближе поставлю. Там и коровы недалеко будут. А ну давайте подумаем. Имеет смысл? Тут знаете, что мне больше кажется нам важнее... О, ну слушай, у тебя вообще офигенный, по-моему, Олег, место. Сразу три штуки, да. Вот тебе бы пантеон на цитрусовую еще не по... Ну, на бананы, на цитрусовую пошёл бы. Ну что, мне на серебро, наверное, прыгну. А, блин, это у Айрона. У Айрона офигенное место, да. Да, прыгну. Я считаю, что нам тут важнее даже не пантеон, знаете, на джунгле, а пирамиды урвать. Потому что надо вырубать и получать производство с холмов. Холмов-то дофига, вот смотрите, что у тебя, что у меня, но на них джунгли растут. Лёша, ты налево пойдёшь? Да. Да, я поставлю вот на этот, на драгоценности, которые слева от моего поселенца. Так, я так понимаю, что они справа? Ой, то есть слева? Ну да. То есть вам надо будет их давить? Блин, ну хреновая местность, конечно, для давления. Сразу видно. Тут пирамиды очень нужны, я считаю, будут прямо... Ну я попробую собрать. Ну у тебя так производство не... Хотя... Ну может, щепей и железо. У тебя будет производство. Ты быстро вырастешь, то есть у тебя вот эти три холма, которые открыты, их можно будет обрабатывать. Ну эти серебро у тебя добавятся по-любому. Ну или купишь клетку с серебром, боже. У меня серебро уже растёт, города нет. Что у тебя? Городный серебро растёт. Ну тем более. Ну я в этом месте, конечно, лучше вот цитрусовый, чтобы он вырос. Три клетки с тремя едой, то есть ты до пяти вырастешь. Как метеор. Куда идём? Слушай, а ты сейчас в Москве три яблока обрабатываешь? Да, ну цитрусы. Странно, почему он не за три хода растёт? Так, а 10 еды на первый житель, как ты за три хода вырастишь до трёх еды? Да, чё-то я... Ну ты не бывает же, по-стей. Не ведь еды у меня будет. Нет, не бывает. Никогда не бывает, что за три хода вырастает с одного до двух. Ну бывает, если у тебя Виктория. Да, смешно. Ой, чё-то они там задумались. Что ж они там делают? А, ну в принципе, если ворон ставится сразу на корову, допустим, и ты его вырабатываешь ещё три еды, тогда да, тогда оно быстрее будет. Ну это тоже не самый такой вариант. Лошади, кстати, встали. О, мы уже играем. А я тут... Переключаю. Блин, ну как мне эти джунгли не нравятся? Вот как мне это не нравится? Мне даже больше нравится, когда много гор и холмов, чем вот эти джунгли. Шашона сразу столько очков. Ну, морей тут нету на этой карте, я так понимаю. Можно спокойно играть. Ну, мне, наверное, можно монумент построить, да? Никто не против? Мне, наверное, можно монумент построить, да? Никто не против? Да. Да. Тебе лучше так. И покупай клетку, наверное, сразу. Ну, у нас денег нету, чтобы её купить. У меня будет 12 в следующем ходу. А, да, тогда давай. Она мне 15 должна стоить, да. А какую покупать, с коровами или с оленем? Бери деньги пока. Ну, я с коровами куплю, потому что быстрее вырастешь. Соответственно, я получу производство с холма. Блин, мне нравятся мне вот эти горы впереди вас. Да, хрен. Это прям вообще... А, вон Шаш... А, не, это ГГшка. ГГшка. Олег, видишь ГГшку, да? Да. Иди её открывай. Это, правда, не... Не религиозное, но тем не менее. Ой. Зато я открыл. Фудзи. Ур и Фудзи. Ну, тут, по-моему, нету смысла ставить город рядом с Фудзи. Откровенно говоря. А чего? Ну, а где ты тут, видишь, место рядом с Фудзи? Что, вот эти сплошные джунгли просто? Да, и забрать вино срочно как-то. Там не успею. Я не успею. Ур сейчас просто сразу его купит. Так, Генуи они уже... О, о, о. То есть мы видим второй город для русского. Генуи они уже нашли, да? Круто. У меня двое источников лошадей возле стола. Ну, зашибись, производство есть. В шить железо. В железо. Слушай, ну, можете тогда посело строить? Да, я после монумента начну. Главное там как-то сконцентрировать юниты. Наверное, и Олег тоже иди туда к нему своим. Да, притащить дубовом нату, да. А, они не нашли ни одного человека, нормально. О, еще одна ГГшка. Ну, вот это тоже не очень хорошо. То есть Олег в их сторону города не может ставить по-хорошему. Если уж так откровенно говорить. Тут, походу, игра затянется. Леша, мне кажется, надо, чтобы ты забрал эту... Фудзи? Да. Считаешь, это крутое чудо? Это хоть религию будет. Не, ну, в принципе, я-то смогу около нее город поставить. Ригу они нашли, нет? Нет. Да блин, какая религия с эфиопом? Тем более, если он будет играть через волю. А она немножко подтормаживает там на определенном этапе, бывает. Кто притормаживает? Религия. У эфиопа? Да. Как бы он быстро ее произведет, но не сразу создается пророк. Слушайте, нам бы еще и библиотеку забрать, чтобы корейц не построил. А то очень большой пуст будет. Я думаю, что все это тебе, Айрон, надо делать. У нас будешь чудо строить. Ну, блин, тут только два чуда надо взять. По моему мнению. Все, в принципе, дуболом, а вот там держи, чтобы он не пролез своим. Да, войну объявили? Ой, как предсказуемо, культура джунглей. Ну, я думаю, что у Луру ты поставишь город там. Я не представляю, как они тебе могут помешать. Хотелось бы дальше еще, чтобы можно было поставить. Какая крутая столь вообще. У тебя? Да. Тебе, конечно, еще пантеончика на вот эти бананы и цитрусовые. Не знаю, я думал, может, пантеон взять на эти, на чудо. Я тогда первую религию возьму. Кстати, тоже вариант. Тогда после посела святилище? Так нам надо открыть... У меня же Луру будет. Мне не нужно святилище. А, блин, точно, 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 точно. Зафаготил. Так, Олег, ты... Ты стой, ты не дай дубулому пролезть к Генуи. Он пообещает просто защиту и тогда... А, они уже нашли. Да ладно. А, вон они тут бегать решили. Давайте воркера. Надо вырубать джунгли. Или, может, еще скаута. Давайте еще скаута сначала. Надо исследовать быстро тут все. А, вот. Ага. Я, короче, огороду буду ставить выше правее Луру на холм. Что там у тебя за танец маленьких лебедей на фоне? Реклама. Так, производство. И это можно пока сюда переключить. Можем после обработки брунса сразу пойти к пирамиде и к баку. Ну, да. Это я второй по производству, кстати. У меня тоже очень неплохие места, я смотрю. Ну, пока, во всяком случае. На трех жителях неплохо пока работает. Мне кажется, что мне надо ставить города в твою сторону, Айрон. А тебе надо в их сторону ставить. Такую вот какую-то вытянутую хрень создавать. Тем более, что у меня тут вроде как есть места. Так, мы два чуда нашли, да? Да. Ну, они одно, походу, нашли. Мне трудно пока сказать. Если Шашон до трех вырос, то они одно нашли. Если Шашон на двойке, то они вообще ничего не нашли. О, у меня еще два железа, а у тебя что? Ну, у тебя одно жалко. Ну, тоже неплохо. Пирамиды. Пирамиды. Ты, кстати, дуболома подаришь, я попробую, да, не взять иной. Я подарю? Ну, да. Потом копейщика сразу построю. О, он еще сверху от тебя, ггшка. Думаю, тоже мы первая, еще ее найдем. Слушайте, я, в принципе, и купить копейщика сейчас могу собрать, без страданий пойти. Давай, покупай. Тебе скинуть деньги? Да. Олег скидал. Олег скидал. Сейчас, сейчас, сейчас. Не успели. Они там во что, кстати, играют? Воля, воля. Ну, все в волю. Слава богу. О, вот третье чудо. Шерепада. Ну, Шерепаду, видимо, Панамы все-таки заберет. Или можешь ты попробовать поставить к ней город? Как думаешь? Ну, там жрачка, там он сразу к ней потянется, я не знаю. Я, ну, как, люксов других не видно, он, скорее всего, будет тянуться сразу куда-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Так, куда же мне город ставить, а? Думаю, раз, два, три... Может тебе поставить... А, нет, не получается. Вот хреново, вот эти Генуэ и Рига так стоят, что... Да, аннукируют все споты. Да, то есть тебе надо, слышишь, тебе надо сверху, наверное, поставить в сторону русского один, ну, между Карфагеном и Москвой. И, ну, и все остальные места теперь посмотреть, за собой там глянуть, что у тебя. Так, ну что, в библиотеку? Ну, давайте, может, в календарь сначала. А, ну все, Панаму уже Улуру забрал, ой, Шрипаду. Короче, я потом Карфагентье подарю, дуболома и попью, и ты не дань Семер Саргизиной. Давай. Слушай, ну вот я сорю просто, ну, ну, фудишь, ну, тут же, ну, тут так грустно, Олег. Ты хочешь меня заставить тут город поставить? Ну, лишний город, ничего страшного, ну, все. Сейчас, мне кажется, важнее ставить в сторону русского мне города, тем более, что тут как раз неплохие места, в принципе. Ну, давай, в первую очередь, в сторону русского. То есть, я вот просто влево, влево, влево буду ставить, а срю, там и цитрусовые есть, и красители есть, и железо есть. Надо много городов ставить. О, это Шашон тебя там уже давит. То есть, они, видимо, хотят тут поставить город, где у тебя, где они стоят. Ну, в принципе-то, нам на руку, мне так кажется, потому что тут этот город берется, и он так недалеко от тебя будет. Блин, какие-то болота, это плохо. Болото, это плохо. Хотя, вот какой-то мрамор тут есть. Ну, нормально уже. Да, но это далековато город будет. Хотя, если я прям вот под Фудзи поставлю, раз, два, три, да, могу вот прям под Фудзи ставить, где открытое. Но это не второй город будет, и даже, наверное, не третий. Кстати, а ты пантеон какой хочешь брать? На чудеса? На чудеса я буду брать все-таки, да. Так что, если ты на меня расстроишь? Я не хочу брать религии, я там, ну да. В принципе, ты и город вперед можешь на бананы поставить. Ну, это такое, без люксов, но там холмов много. В смысле, вперед на бананы? Я там конфиген. Ну, на бананы, само собой. Один городочек. Вообще, тебе можно потом будет ГГшку какую-то забрать. Олег, а ты не хочешь это? А, ты уже пошел исследовать. Сузя, тут за тобой такое пустое место. В принципе, тут еще можно... Ну, вообще, пока вот в эту сторону. Я хочу поставить, наверное, вот прям где лагерь варваров. Раз, два, три. Ну да. Там можно поставить. Поздравляшки. О, еще я Иерусалим нашел, зашибись. Так, только нам, к сожалению, не хватает на пантеон. Слушайте, ну, почти все ГГ у нас. Пять штук. Ну, да, дисбаланс немного. Ну, и чудеса у нас все. Нет, не все. Чего-то не все. А, ну да, одно чудо еще. Там, знаешь, какой-нибудь, блин. Ну, хотя ты первый по всему... А, они вышли все-таки в библиотеку. Вот им хочется библиотеку урвать. Как ты думаешь, успеешь ты ее построить? Не будут же они сейчас библиотеку корейцам строить? Ну, конечно. Ну, блин, если они сейчас построят, я буду, в принципе, доволен. Они просядут по развитию. Ну, как просядут? Я не знаю, сколько библиотека даст корейцу Бон Буст. Думаю, может, мне потом по-маму забрать, если там бюкс есть. А, там краска. Кого забрать? По-наму? По-наму. Ну, если игра затянется, там продавить не получается. Сложно будет. Ну, Гену точно будем забирать. Я бы на твоем месте смотрел лучше в сторону Риги, потому что Гену я на торговой, если союзе, там счастье будет дано. А Гену я бестолковая, там Приморская. Наоборот. Рига бестолковая. Рига бестолковая, да. О, ну да, Рига бестолковая. Ригу возьмем. Ну, пока города надо ставить. Ну, да, естественно. А то ты в каждой игре, Олег, хочешь брать КГшки. Блин, сейчас разгромит мне лошадей. Да, блин, не пострелял Варвар, как раз Шушенский пришел разбить. Че, убил его? А, ты типа не можешь... Варвара убил, да. Так, середину взял тоже. Если потом дарю тебе, я куплю эту баллону. Так что, в библиотеке, да, открываем? Да, пошли этим. Че-то я все там армию подстроил, а они вообще все подарили мне. Не, ну у него ж его эти скауты, он скауты построил, они же сильные. То есть, они силу довольно хорошую имеют. А, подожди, против тебя эфиоп? А, так это скаут Шошон дарит... Шошон дарит своих скаутов эфиопу, они довольно хорошую силу имеют. Ну, харрор довольно трудный, да. Мобильное приложение 2GIS один из лидеров среди бесплатных программ в категориях навигация и путешествия в магазинах всех мобильных платформ. Так что, я рад, что это видео выходит при поддержке 2GIS. Ну, а вам пора на сайт 2GIS.ru и скачивайте приложение под вашу платформу. 2GIS, если быть точным. И один город, вот мне можно на металл, на железе, например, поставить рядом. Убери разведывай, я там прыгну копейщику. РФН. Ну, они дальние снимали, люди. А ты снимал? Да, с двух снял. Сейчас подарю вам с ними с Генуэйс Риги. В принципе, может пойти потом Сирус Алина Суромсу, но или не обратно переходить. Попробуй копейщико, подведи на клетку левее, там 5-й радиус как раз требует, да? Карфейн. С Риги? Да. Не должен, по идее, скаута убить. А, сначала Иерусалим убьет просто дуболома. Так что все путем. Ну, вот тут я могу этот город поставить. Что ж, они сюда все прутся. Взял или нет? Пока нет. Давай чуть-чуть. Ну, дуболома подарю, потом буду снять. Давайте в коляске. Так, ну, я уже второй по производству. Э, третий. Кто-то что-то там строит. Попробуй дуболома подарю. Так, производство. Взял. Вот Олег у нас умничка. Денежки нам зарабатывает. Будем кутить потом. Мне, кстати, со счастьем сейчас беда будет. У них или у тебя? У меня. Ну, я тебе могу дать. Ты сможешь дать? Да. А что у тебя беда со счастьем? Да что у тебя? Ну, я же третий город ставлю, и у меня по полюксе не обработает. Все-таки решил туда, под Панаму. О, нормально. Я просто вниз не хочу ставить, я в Лего боюсь, вместо там все. Криканал. Я думаю, он лучше вверх поставит, куда-то еще. Что, у них города так плотно стоят там? Угу. Хорошо ставят. Близко. Прям через три клетки просто. А ты не думал, выше и левее Петербурга, там что-то попробовать поставить, и оттуда уже как-то на Харрер? Харрер там вообще очень проблематично. Там только эти, с левее, если только с холма заходить, ну, это вообще бред. Смотри, там же баллоны на холме, вот в чем проблема. Там нету клеток обстрела вообще. А Букхарар игнорил его, и допустим, через Генулю на Адву нападал. Или там сидишь и выше уже, посмотрел, что. Так, так, может, он, смотри, около Москвы этот скал. Дервижный. А может, нам как-то Генулю засоюзить? Кто там чего и хочет? Ничего. Ну, я Даню возьму. Блин. Взял Генулю тоже. Что у меня тут проблемы с варварами? Пойдем-ка вот так. А то еще... Так, и знаете что? Пока мы погодим. Да, Ригу надо брать побыстрее. Ой. Погодим. С этими... С копейщиками. Ну, чувак, естественно, на железо. Блин, убьет копье. Че-то варваров... Я чисто с варварами воюю. Не могу город поставить. Ну, блин, у них там Килиманджаро-то куда-то. Что, прокачка на... Да, да, да. Ну, или Килиманджаро, или это... Нет, Килиманджаро. Ну, видишь, прокачка у скаута на... Ну, а озеро не такое же? Нет. У них Килиманджаро. Зашибись. Почему у нас постоянно у соперников Килиманджаро? Так, ну что, куда дальше? Килиманджаро, ты там, кстати, пробуешь библиотеку построить? Амбар сначала. Давайте математику откроем, я деньги возьму, если построю. Вот это не буду построить, все равно не растут. Так, давайте подумаем, мой второй город на железе, или же плотнее ставить, так. Или же на холм. Все, не успели мы с математикой. В общем, кореец строил библ, да? Ага. Ну и что они возьмут? Ты звено и тоже там снял, или нет? Да. Сейчас, я думаю, может быть подвести... Сура. То есть, я не понял, я. Они мечников взяли. Так что, нам в оборону поиграть? Видимо. Ну, мы в оборону поиграть. Уже. Уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Довольство есть у кого-то лишнее? Нет. Я пока единственное свое удовольствие отдал Айрону. Я еще пойду, он проработает, и дресса отдал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может убить скаута. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо поменяться. Так, откуда они все прутся ко мне? Вот тут. Мне третий город надо где-то здесь ставить. Слушай, смотри, я третий город поставлю справа от Новгорода. Вот видишь, там где бананы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, просто, чтобы ты там не знаешь. Я может прямо даже на... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, прямо на краситель постараюсь успеть железо у Панамы отобрать. Айрон, вот я думаю, город поближе к Москве поставить. Как ты смотришь? Ну, без вопросов, так. Куда я не пойду, будут заниматься обработкой. Ну, как они ломанули сразу четыре науки-то. Математику они открыли. Давайте за ними просто пойдем по наукам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давайте. Да? Что? Быстрее будет открываться, да? Да. Что эти, математику? Потом охоту? Или метколуков нам надо? Пока не надо. Я так понимаю, что они мечников должны строить? Он уже фе... А, ну... Блин, я второй по армии. Интересно. Нет, третий. Так, довольство. Довольство вы там обрабатываете какое-нибудь? Нет. Я не обрабатываю. У меня тут с варварами разборки. Ну, что, охоту? Ну, что, охоту? Давайте. Давайте. Продолжение следует... 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 ладно сейчас достроим копейщика и тогда можно на рост будет переключиться да слоны слоны не помешают удар разведчиком по лагерю один раз короче я все таки построю караван запущу туда я там буду контролировать этот проход сверху мы не возражаем строй и контролируй хочу до 4 вырастить столицу давайте у нас нью-йорк не будет расти окей так ну пока не присоединю ресурс роскоши в принципе 4 город можно около фудзи поставить наверное вот где остальные города ставить тоска печаль опять прется кто-то ну ё-моё так а нужно ли мне столько рабочих сейчас мне кажется нет мне кажется мне тут нужны июне ты больше не фил все золотой век запустил так быстро а он уже закрыл волю ни хрена себе мне еще две пока еще не закрыл но взял четвертый институт а взял да точно ну в общем культуры у него дофига мы так поняли ну и Подарил копейщика. Ну еще вот тут могу город поставить, например, тут. Айрон, ты сможешь мне обработать цитрусовые? Где? Айрон, а где тебе еще города ставить? Ну, я думал, выше еще, но города левее ставить. Ну это да. И все? Ну все, счастья больше не будет. Кстати, может мне взять пантеон на... Айрон, а у тебя красители есть, да? Нет. Так, вот у меня счастье появилось, Нью-Йорк может вырасти. А я мог бы сейчас... Так вы за союзе легену или что? Нет, я не могу караван запустить там лагерь. Чего ты не можешь? Я не могу запустить караван там лагерь. А, нет, я имею ввиду, лагерь тот, который был вы захватили? Да, забрали. То есть он дружественная она теперь стала, да? Да. Я Гали карнас заберу. О, замерились с Ригой. Счастье-то какое. Ты потом дубовну подведи к лагерю Карфаген, чтобы помочь зачистить. Да. Так, сетка расследующим. Начнем строить. Так, Нью-Йорк вырос. Давайте-ка светилище тут построим. Ну, надо пантеон принять. Олег, лагерь зачистишь, потом попробуй подвести армию и дань среди взять из Генуи. Ага. Пошлите в деньги. Зачем тебе эти деньги? Без них хорошо жили. Без них хорошо жили. Нет, отвлекся на секунду. Ну, а уже Эфиоп первый по всему. Ну, вообще-то давно первый. Как Золотовик запустил, так и стал. А сколько у него городов? Четверо. Приятно, когда варвары становятся на болото, чтобы их было удобнее убивать. Ну, я попробуй сравнялся. Пожирачка на три, я был простым. Молодец, мы тобой гордимся. Ставь город и подводи до дубового лагеря. Сейчас, довольство. Хочется уже лошадей начать обрабатывать, но опасно. Поэтому ход пропустим. Ну, нет. Что за лаги начались? Айрон, ты тут? Сейчас Айрон отвалится. Ну, продолжаем. Мы-то, в принципе, походили. Поехали. 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 Тихо. Так, что-то Мефиоп взял. Продукция… Сейчас лошадей обработает, через три хода можно будет цирк построить. У тебя там Гефт Кунцарский голодает. Так, на следующий ход уже миссионер будет. Ну вот, как думаешь, лучше в твои передние города распространить или к нам принести? Ну, на фронте, конечно, лучше. Я бы, наверное, даже в Генную закинул, в Генную закинул. Там она пацан другого краса и давление будет. Понимаешь, мне было бы очень неплохо эту религию в городе рядом с Фудзи получить. А, ну да. Не, ну я все-таки хочу, чтобы давление было на религию Эфиопа. Ну да. Давай все-таки первого миссионера туда, на фронт. Леша, я тебе даю какао. Слушай, я не слышу Олега. Даю тебе какао. Так. Что можешь выделить? Ничего не могу выделить. У меня только два ресурса драгоценности, которые я уже дал один Айрону. А потом я скоро обработаю цитрусовый, который тебе Айрон и так уже дает, как я понимаю. И все, ближайшего ничего не будет. Протокол лагерь, пожалуйста. Забираю лагерь. Протокол. А, не стоит. Его забираешь? Да. А тогда не нужно. А что, ты хочешь его забрать? Ну... А, или все равно, блин, точно. Я забыл что-то. Ладно, забирай лагерь. Посмотрите, не требуют? Никто не требует. Слушайте, у меня Генуя просит, чтобы я ей пообещал защиту. Я могу пообещать ей защиту? Да. А я их забираю лагерь. Я забираю тогда, да? Да. О! Удален неудачно там. Удален неудачно. Да. Эти — я помню. Не знаю. Эти... А это еще. А что они забирают? Но у меня уже бегает. Активность какая-то войск. Айрон, цитрусовые обработай, пожалуйста, можешь? Да тебе уж их давно дают, ты че. Нет, а ты все равно их обработай, еще раз. Нет, я имел ввиду мои цитрусовые. А, окей. О, блин, я запустил золотой век. Вы мне ну давали счастье, я запустил золотой век раньше, чем взял репрезентейшн. Через три хода его еще продлю. Ну как круто, города не стоят. Потому что в городах стояли, по-моему. Ну, блин, какие-то лаги начались такие неслабые. Ну, мармни подстроить надо, у них че-то там все больше и больше. Конечно. Ну, мечников строить, видимо. Да, начали сильно строить. Охранить 57 от жородов. Ну, у него ж уже сколько, пять или шесть городов? Пять. Че, он у тебя еще и бананы выкупил? Угу. Слушай, ну, Ростов, конечно, опасно. Печальный, да. Там стены построить после монумента. А выше еще Ростова может попытаться что-то поставить, нет? Ну, у него там выше-левее так еще город стоит. Ну, я туда хочу еще поставить. Чувелеры и землю шашонов найти. Уничтожить лагерь. А чувелеры, видимо, у Генуи. Да. Мы, кстати, еще одну ГГшку не нашли. Видите и поставьте. Слушайте, они уже в средневековье, да? Да. А библиотеки нам... Что? Атаковать решил? Скорее всего он... Ну, Утика... На Утика ж не берется. Тут только знал... Может, ГГшку хочет забрать? Генуи. Генуи? Или вообще да, не требует. Да. А че Утика не берется? Не знаю. Ты хочешь, чтобы бралась? Я не хочу, но... Блин, а я хочу городок еще построить. Ну, блин. Ой, радарингом. Случайно тут юнита засветил. Ну, это, скорее всего, варвар там. Но, тем не менее. Много войск у него. Двое больше, чем у меня. Да, они что-то все передали войска. Нужно и нам срочно строить. Ты мне какой-нибудь подгоните там, если что. Ну, я вообще подвожу тебе. Леш, а у тебя мало городовок. Ну, я веду город. Фигаси, Мачу-Пикчу. Взяли инженера с закрытия воли. О, у меня Бостон, кстати, твою религию сам принял. Стриджевая воли... они стройте бутики стены ты чё там три клетки обстрела строй армии на 4 все равно не будет я думаю на утку нападать да скорее всего он за гену и если они уже будут опадать я думаю они на росту но куда еще наутику распространишь да а 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 Спасибо. Кстати, у нас поля как-то не особо, тут слишком мало. Да, не можешь взять? Да, блин. Олег, ты слышишь? Да-да-да. Слышу. Не, я боюсь атаковать. Немного не хватает. Ну, у тебя там слон достроится, подведешь, сломай. Ну, миссионера можешь подвинуть, Даня? Ну, уже нет, следующим ходом я распространю. Так, у нас науки выровнялись. У нас проблемы с деньгами начинаются. А звену не можешь, Даня, здесь? Не хватает немного буквально. Сейчас слон появится, и ты со всех как, блин, соберешь Данию, и мы будем таки обмазываться деньгами прям. Как с Кружмакдак будем в них купаться. Ходов на пять. А ты сутки можешь прибрать рабочего и копейщика, я туда поставлю. Ну, ладно, я тебе карфейн закинул. Придется, видимо, пожертвовать скаутом. Хана ему сейчас настанет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну что, взял Дань со слоном, нет? Немного не хватает. Ну, пододвигай слона ближе, может просто, да. Ура. Взял? Да. Е-е-е-е-е. С собой? Не, он пока, только с Риги. Здорово не хватает. Генуи надо подвинуть просто юниты туда немножко. Блин, ну у них бубла, конечно, очень много. Ура. 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 Ой-ой-ой, что тут? три не хватает буквально сколько не хватает вперёд я там копеечка подведу подарю подогады и вот еще одну подгену и приведу а тут бесполезно мне войска перемещать да ну смотри что 5 радио захватываем ну по идее если тут час конец родиться то могут убить и захватить посела и конь тут еще бегать ну конем он не сможет протоколе хотя боюсь как бы мне посела около фудзе не захватили к сожалению это очень даже возможно лёша ты даешь алмаза олегу или нет нет я же тебе даю там закончилась но у меня сейчас есть муж или олег забирай о вышел дарим а я и так уже забрал да у меня три гэгэшки просят чтобы я нашел шашонов и и вот Я сомневаюсь, что может появиться какой-то лагерь Мы решим захватить моего поселения Да, вот прямо тут поставлено Прямо на этом холме Нормально будет Может попробовать в самом деле Еще Сура снять Дань Ты лучше мне воинов притащи Я сам притащи сюда С панамой возьмешь И я потом с панамой возьму А вы дорогу построили? А, построили между собой Так, дальше что они? Инженерное дело они уже открыли В общем, они на всех парах несутся В арбалеты Что неудивительно Субтитры сделал Dima Так Тебе, значит, что? Я даю слона Нет, ты сначала сам тащи Юнь, ты сам с панамой возьмешь Потом мне только подаришь Сложная схема Вообще, нам надо Караваны строить и отправлять В города-государства Вот в Панаму Я, например, на втором и третьем месте По золоту в Панаму будет Что бы и не отправить, да? Ну да Я думаю, они тоже отправляют Караваны явно Сейчас я построю Два В Вашингтоне я отправлю Тем более, что в Панаме Вряд ли кто-то может Что-то разграбить Слушай, вот этот скаут там Шашонский выше Панамы Как-то мне не нравится Я его пытаюсь поймять Поймять? Поймать Пожмякать Блин, еще и лагерь тут выше Пан Ну что за хрень? Так, ладно Я тебе вел медколучника Пойду с этим лагерем разбираться пока Я с Панамы взял Леш, я в принципе тебе сейчас подарю Тут армию Ты с Панамы возьмешь Отлично Прекрасный план Давай я лучше на Ур пойду Мне тут ближе, честно говоря Ну я бы не сказал У нас просто тут дороги Свои не надеются Перекинешь Там же дороги, да Там дороги, Олег Но тут целых две Ну в принципе Вуразжи-то маленькая Я думаю, там в принципе Двух слонов хватит И с Юрсалима еще можешь Так Я Иерусалиму защиту обещал Сниму защиту Уру я защиту не обещал Так что идите Собирайте деньги с него Стой, зачем тебе в карфейны монетный джон? А, у тебя там серебро Ну все равно Одну только Двое голды только получишь Давайте думать Что будем делать С закрытием воли Что брать? Вообще желательно Если что-то брать и строить То мне строить С Галикарнасом Какой ты хитрый Когда-то у тебя миссионер следующий А, я поставил на укрепление Вообще Зачем? Я хочу забрать плюс 20 защиты Да не Зачем Распространяй религию Да ты что? Они же пойдут арбом И, блин, у нас нормальный бонус будет Да Лучше этот бонус забрать себе Вот тут А куда они дели войска все? Куда-то попрятались Наверное, вверх повели Они просто могут пойти И дань собирать, допустим Ну вообще все войска у Эфиопа Мне что-то кажется, что они на Ростов сейчас пойдут Ну или они ждут просто открытия арбалета Чтобы апнуть и уже арбалетами атаковать Скорее всего так, так как у них денег дофига Смысл им сейчас соваться 266 у Эфиопа 216 у корейца У Шашона там вроде минус был Да, но 266 и 216 Считай 500 золотых Да, то есть Ну, блин, 7-8 арбалетов Без проблем Субтитры сделал DimaTorzok Ой, как я обожаю вот эти вот появления варваров Вот это Классно Ну, а вот и Килиманджаро, кстати Блин, а где там Шашон-то? Шашон-то Ну, я себе генерала возьму Сувори, наверное Уверен Или торговца Наверное, короче, лучше карфейну генерала взять и подарить мне потом Ну, или себе оставить, смотря где там боевые действия будут А почему? Мне торговец важнее Слушай, ну ты же по горам Потом сможешь пейать Мне что-то кажется, что тут имеет смысл по развитию поиграть Я так думаю, что они с полей явно будут брать Всяких ученых И торговцев О, я первый по промке, кстати Счастье Ну, с золотым веком, конечно Ну, я с золотым веком четвертый только Ну, я без золотого века А что ты без золотого века? Какой? Третий Засоюзили Ты же с него дань хотел взять Возьму сейчас Может, сначала Ну, хотя, да, сначала можно было засоюзить А я еще это Пошлю сейчас караван туда и Все, ты взял, дань? Да Отлично А ты с Панамой взял, или нет? Я? Да, вижу Ты же мне не дал армию, как я могу взять У меня минус сорок Ну, я там тремя армию У меня четвертая армия Ну, сейчас подарю Так, ну что Будем арбалеты открывать, или подождем, пока они откроют? Ну, конечно, будем открывать Эфиоп, наверное, в честь дальше пошел Так, ну что мне свой брать? Да, я бы брал торговца все-таки Я не вижу, как тут нападают Я не вижу, как тут нападают То есть им надо нападать Ты лучше возьмешь там плюс 20% около городов, хотя бы Ну, короче, я беру торговца и в Гену ее засуну Как вариант Да, он, похоже, все-таки под Ростову и скростирует Построи дорогу, пожалуйста, между Бостоном и Новгородом Окей Короче, умеет У меня давление на харар 117 Ну, отлично Проблема в том будет, что у него тоже будет тогда плюс 20% к обороне Разве? Ну, да, если он примет твою религию Ты шо, тружи своих городов? Слушай, ну я, видимо, тебе начинаю уже армию тогда дарить, Айрон Погоди Нет? Ты все надеешься, что я возьму, Даня? Уже Да Уже минус 68 Было минус 40 Я второй попробую и три молотка обствую От меня, да? Ну, да Ну, это не важно Они выйдут в арбалеты и все Кстати, а что у нас с метколуками? Сколько у кого там метколуков? Раз, два, три, четыре Ну, пять Типа шесть у тебя, да? Шестью семь 42 420 нам надо Как минимум на ап Я так понимаю, 420 у нас есть Уже сейчас Кстати, тебе было бы неплохо, там, лошадь А, у тебя же есть слоны Там, мрамор, допустим, пограбить ему У него и так минус А, уже плюс Но только что был минус, по счастью Он просядет Или я своей лошади могу прибежать Она просто бегает Дальше И стоит дешево Так, отойду на пару секунд Тебе помощь нужна, Айрон? Ну, да, стягивай сюда юниты Они на меня будут нападать, скажем, все Ну, или, короче, держи их где-то возле Москвы и Одессы Субтитры создавал DimaTorzok О чем хочет сейвиться? Сейв, просим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, Олег, сделай что-то сейв Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну я же уже взял этого торговца, я же засуню же в ГЭШку. А, уже взял. Ну так может ты дай генерала, а я тогда возьму... Олег, только не на Стоунхендж. Ты можешь не брать генерала, но инженером строить Стоунхендж это тупо немножко. Я согласен. Это просто жалко. Вот ты строишь, вот смотри, 5 ходов Стоунхендж, норм. Блин, 5 ходов арбалета. Может мне взять тогда ученого и посадить? Ну, можно попробовать. Ну хватит ли нам генералов? С другой стороны, мне кажется, надо ученого тебе мне отдать в Москву. У тебя там 6 жителей, тем более у тебя этот... Я лучше в Новгород посажу, у меня там просто все клетки луха. Вообще да, у меня плюс Галик Карнас. Короче, я беру ученого и веду к тебе. Так, он, короче, уже генералов сюда ведет. Войска стройки, срочненько войска надо. Хареру двигать. Так, ну я тебе обратно дарю, значит, юнитов. Да. Уводи их куда-нибудь. Это в следующем ходу, они у них еще и бездороги уберут. Отлично, блин. Эти варвары отлично появляются около Генуи. Нет. Просто 5 баллов. Еще не апают варвары, я не понимаю. Чего? Почему не апают варваров? Не апают, ну не все. Ну, может, у них столько денег нету. Не, у них там дофига денег. Веди коляску под Москвой туда, но его лагерь нужно забрать, пока они не пограбили меня как грабан. Так, вейска стройки. Так, вейска стройки. Так, еще один караван можно будет... Может, уже на еду лучше в Вашингтон отправить караван? А у меня где-нибудь амбар вообще есть? Кроме самого Вашингтона в Бостоне. О, отлично. Из Бостона в Вашингтон отправим на еду. Апнулись уже, да? Амбар, ну, четыре тела. Продержаться. Да, тут. Так, вторая рука есть. Ну ты там укреплять собирался, по-моему. Да. Следующим ходом подарю ученого тебе под Новгородом. И я веду тебе генерала. Так, караван. А нет, давайте... А городов у него не меньше, чем у тебя, да? Нет, так же нет. Так, на всякий случай. Атланта... Ни хрена себе у тебя денег, Айрон. У меня 44, короче, от религии идет. Неплохо, неплохо. Так, слушай, ну тебе надо как бы сохранить метколуков-то на ап. Три хода надо как-то их продержать. Ты согласен? Угу. 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 Уже Карфаген первый по производству. Или на 3-м отказывается. Ну а я 4-й. ну или потому что я мало городов поставил просто подарил ученого я генерала подарил так я не его усадить да ну я считаю да нафига нам его сжигать ну ты теперь понимаешь что если чё тебе надо в новгороде нацколледж строить если у тебя вообще будет возможность его построить так 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 сюда переключился я нормально растопа и не должен достать но слушайте один ход вообще остался следующим ходом уже арбов все не так уж и плохо оказывается блин мне надо вот тут засвечивать и тут может быть варвары слушай олег вот у тебя около сагунтума копье защищает раба может сходи копьем вот туда вверх вот это вот темное место как-то по засвечивать чтобы там не появлялись варвары если там будут появляться то будет трындец моим караваном ну чё думаешь около а 2 айрон вы выживет твой конь успеешь то удалить раба и разграбить мрамор я напоминаю что у них килиманджаро то есть у них прокачка на холмы удалил вы не успел так те деньги нужны так на всякий случай на об так нет принципы так 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 у нас ну тут кстати налич家 в Бананы можно обработать. Будет молоточек даваться. А не на холме лучше оставлять джунгли, чтобы были. Ну, это намного лучше. Не, Атланты очень неплохой город, кстати. Мне бы еще вот серебро, чтобы добавилось. Леш, какой типо прон? Четвертый. 42. Ну, я сейчас тут разберусь с холмами, порасчищаю от джунглей. Я думаю, будет весело. Тут все выглядит не так уж и плохо. В принципе. Слушай, а ты можешь мне... А где твои слоны? У тебя же слоны были. Олег. Слоны. Сейчас будет в следующем году, я тебе пришлю. Ура, Олег построил Стоун Хэндж без инженера. Е-ей. Олег, ты рад Стоун Хэндж? Да. Ну, а мы как за тебя рады. У нас сюрприз. фу трус слушай так может начать уже перекидывать на фронт корейцу через утику может пускай уже олег пробует нападать просто я думаю что уже эфио просто отступает сейчас я думаю вот тебе вот эти юниты которые вокруг ростова тебе достаточно все остальное можно перекидывать коллегу и хай он дегу берет или ригу сначала что-то что лучше скай берет ригу не знаю я бы не трогал на хрена не бою им это мы очень много сейчас бьем времени они успеют просто армию перекинул ну да я бы тоже действительно брал просто дэму кстати астана подожди подожди сколько у тебя денег айрон может перекупить и ригу просто сделать союзником кто там какие задания у кого же какие-то мне тоже шашонов требует а у тебя олег что рига просит ничего хорошо у кого на какие-нибудь друг вообще там какую у меня у меня плюс пять к риге я ее возьму да и все не олег во первых ты будешь ее брать мы мы похерим отношения со всеми городами государствами сразу во вторых там может с другой стороны просто подогнать армию кореец и опять начать ее отбивать а это очень хреново потому что твоя твоя армия будут выкидывать просто оттуда я бы я тупо не трогал или они бы пускай потратили деньги и засоюзили и тогда я бы брал ригу а брошь в принципе и выше проходить да ты сможешь вот смотри прям прямо от утики вот прямо идешь и все только нужны слышишь наверно нужны твои рабы айрон чтоб ты там вырубал джунгли так как так вон он двигается ко мне поставь айрон у себя миссионеров чтоб делались и сразу веди камни их особенно в филадельфию потому что у тебя там пантеон на чудеса просто поставь на миссионеров не забудь кручали эти оттуда будут перекидывали да он у нас ходит а 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 я может уже пагоды могу строить Слушай, по идее, у меня через три хода я сам уже могу миссионера покупать, но… Я на пагоды поставлю только, потому что у меня счастья нет вообще. Ну вот я хотел тебя спросить, может… Ну да, ладно, ты ставь, у меня счастье до хрена. Слушай, может я просто у тебя люкс заберу, и я тебе распространю тогда. Я тебе… Ты меня спрашиваешь про люкс? Ну да. Ну у тебя 87… Ну я тебе люкс дам через два хода. А, ну вообще да, забирай, забирай у меня мрамор. У тебя есть мрамор? Нету. Вот, забирай мрамор. Вот мне интересно, конец карты вот прям там, где мы видим, или там дальше вообще много территории? Потому что такое ощущение, что как бы где-то три четверти территории у нас, и только четверть у них. Не понял. Ну вот ту карту, которую я вижу, мини-карту, видишь? Ну. Вот если влево смотреть, там еще больше есть территории, или это все будет? А ты в самый край програни, там уже видны границы конца карты, ты не видишь? Нет, я не вижу границу карты. У меня показывают границу. Ну вот Килиманджаро там где-то еще к лету 13-15. Слушай, ну это, ну если так реально, то у них очень мало места получается. Ну вообще у них ее место меньше. Олег! Спасибо. Пожалуйста. Попробуй танец с риги взять. А блин, нахрена я дарю, мне нужно было взять сначала. Так, амбар. Знаете, что, квитук я тут построю. Мне надо быстрые рабочие, мы бы сейчас вокруг тегу рубить. Ну я говорил, да, Айрону надо везти туда рабочих и вырубать джунгли. Ну и дороги везти, естественно. Слушай, Айрон, а может лучше тебе провести дорогу, смотри, от Гадоса по цитрусовым четыреклетки к Генуи? Она же все равно твой союзник. И через Геную подводить юниты намного быстрее будет. Ну, да, в принципе. Но я все равно с критикой схожую, я дам возьму. Я не пойму, я вижу у него меткисты и у него денег хватает, ничего не пропает. Не знаю. Может, он хочет сохранить деньги? Может, у них какой-то, я смотрю, у них минус по деньгам. Минус семь у Эфиопа, ну, два... Ну да, я видел. То есть, может, они... Ну и минус там, по-моему, у Шашонов всегда вообще был. Да. 6,4. Может, они хотят, чтобы не пошло в минус к науке? Ну, а у нас у Олега минус 18 и ничего. Так, я взял среднюю. Так, что-то я не пойму, у меня куда-то счастье делось. Внезапно. Уже чем-то менялись. Да нет, вроде ничего не заканчивалось. Блин, я теперь город не могу поставить. А, стой, стой. Ты мне сейчас даешь алмазы вторые, а я тебе, допустим, трофиля или серебро. Посмотри, мы же что, города или ГАЭШ-ка требует. Шашоны, больше всего веры, Шашоны, культура, драгоценности. Блин, три города требуют найти Шашонов. Давайте мы как-то Шашонов найдем. Он ниже дегу может можно пробежать как-то. Так, я у Риги Дань взял. Слушай, Олег, а Юрусалим вот этот нижний лагерь, который ты там долбишь, не просит тебя уничтожить? Это я ради него. Он просит тебя, да? Да. Ити... Но мне кажется... И здесь даётся место. Посами... Поехали. Но это всё governance и đang на всех достижений кал 잡자를 так вы Spe Chinese Yissel. Так, Атланта построила амбар. Да, ну так, он берется легко. Кто легко берется? Ну да, он не на холме, как бы защищать его напряженно. Раз-раз. Да, 78-й ход до сих пор иную не обработал. Блин, генуя, генуя. Почему вы постоянно генуя называете? Не знаю. Улучшения не строятся. Хотя, это же союзник типа считается твой. Я бы, кстати, даже, наверное, не стоил, что плантацию на холме. Ты потеряешь молоток, получается, еще. Ты про меня? Да. Почему плантацию на холме? Я потеряю молоток. Не, так зато еда будет. Да, будет. Все, в принципе, есть резонство в твоих словах. Но я люблю, когда на бананах 4 еды и 1 молоток, чем 2 еды и 2 молотка, понимаешь? Ну, там холмов нет, не знаю. Я бы оставлял так 2 молотка. Ну, ладно. А, в принципе, у тебя же ниже холм есть. Ладно, бэр достраивать. Не, ну и сейчас, во-первых, его еще пока нету. Так, ну я покупаю в Нью-Йорке миссионера. Ну, уже? Да. И поведу в филатрецию. Ну, я тогда в молодой стране. Кстати, что у нас там с религией? 24 города в твоей религии. И 3, и 3 у Эфиопа. Боже, ну вот это... Я думаю, это где-то он в стилу распространил. Ну, короче, все города в этой религии. Ну, круто. Ну, слушай, ну для них она тоже хороша. Видишь, они и пагоды получат. И два молотка от специалиста. Ну, это пагоды только Эфиопс может строить, и все. Кстати, замечал Эфиопс, пытался изначально побороть мою религию, строил. Я видел двух миссионеров, видел. Ну, потом что там, расхотелось я, ну, с таким влиянием боролосом. Довольство есть? Арбалет у Новгорода. Единичка. У меня пять, но мне надо, потому что у меня через... Прочисляющим ходом четыре города вырастут. Но у меня еще арена не построена. Я построю, я смогу их сдуки стимонтать. У меня появится через два хода доволь. Так, а что у тебя, Олег, с деньгами? Минус двадцать пять. Ну, нормально пока, сто восемьдесят два. Слушайте, ну тут, мне кажется, надо мясом просто давить сейчас корейца тупые. Там строить дороги, потому что у нас есть деньги. У нас есть производство. Надо это как-то конвертировать в победу. О, Машингтон сам религию принял. Круто. Блин, и Филадельфия сама. Нафига я купил... Я бесполезно купил миссионера. Ну и что, в Бурбе и Русалиме нужно протащить. Да, ну ладно. У меня мастерские есть, не забывайте. О. То есть нам строить мастерские, ты про это? Ну, да. Но пока все равно маринуем тут армию. Я был отстроен промку, потому что давил. Да, согласен. Давайте внутрь, или в рыцаре пойдем. Нет, давайте внутрь, а то сущаемся мы будем. Да. Только как его строить? Генерала нет. Ну, то ручками нужно построить. В принципе, у меня по одному очку инжа капает. Сейчас 50 накапало. Я построй мастерскую и пощуну спецов. Да, это еще плюс два молотка будет. А, ну да, еще же лучше в спецов садить, потому что с религией у нас. Я что-то сам взял и забыл. Какая-то дороги проложим побыстрее. Да, ну, конечно, все ухо культура жесть. Ну, что, Ригу не будем брать? Не, надо сразу Дегу. Давить и все. Лишнее, Рига лишнее. Так, а кто будет Нотр строить? А, ты сказал, да, жуть. У тебя инженер, типа, скоро? Ну. Или я, или послушалась? Вообще-то у меня будет 3, 6, 8 городов. Хотелось бы мне как-то. Ну, я могу, допустим, построить, а тебе потом просто люксу дать. Нет, тут важно, Олег, просто кто быстро его может построить. Мне бы, если бы ты дал инженера, вот это было бы хорошо. Ну, ты понимаешь, я еще 100 голды получу. Да. Да, 100 голды. Ну, сколько важно. Вон, дождь, уже 100 голды, неважно. Блин, нормально? Короче, я буду вот левее Генуи на Эфиопа давить, а ты там так будешь давить. Олег, ты согласен? Сейчас, сейчас обнимаю. Блин. Что случилось? Удет союзит ур мне. Ну, нормально. А что, ты не хочешь его союзить? Деньгами. Деньгами. Почему? А, хотя не, я вырвался, все нормально. Я так вот ставь там, я там буду, у юниты. А посмотрите, наведите на их юниты, имеют они плюс 20%. Нет. Нет, нет у них. Ты соврал. Груднишко. Да ладно. Не может быть. Ну, там же сформулировали, как лузы, дружественные городов. С какого хрена их города это дружественные. Но для них же они дружественные. У них, они тоже эту религию приняли? То есть у них большинство городов в этой религии. Укрепление же есть только одного, кто уберет. А, подожди, я, кстати, я понял, что ты сказал. То есть, может быть, у них было бы... Нет, подожди, что-то как-то там все-таки что-то как-то работает. Ну, ладно. Не знаю, может, допустим, если мы с ними не воевали, а кто-то третий воевал против них, тогда бы был бонус. А, может быть. Наверное. Вполне возможно. А они укрепили религию? Я сейчас гляду. Нет. Слушай, ну, отлично. Построили Ноттердам. Они, кстати, инженером построили. Вот видите, они с воли инженера как минимум одного взяли. Слушайте, ну, нам... Да, нам уже как бы физика не нужна. Они драму и поэзию уже открыли тоже. Это они ученые прошлись, потому что они... Нет, стой. Почему? У них больше науки, чем у нас. Они открыли. Они драму и поэзию не открыли. А, да, точно. Это вы просто выбрали ее исследовать. Извиняюсь. У нас тут софи, по-моему, война прикольная. У нас, короче, куча юнитов стоит. И каждый ход только один юнит перестреливается. И все. Ну, не сказал бы, что это прикольно. Как-то по-дебильному у вас там все. Нет, чтобы воевать, как мужики. А одним юнитом перестреливаетесь. Сплошные мечники, я смотрю. А кто разграбил Риги пряности? Варвар. Там какие-то варвары были. Да. Варвары. Слушайте, у меня Рига просит деньги. У вас не просит ни у кого? Нет. Что у нас по деньгам? Купим ее? У меня... А есть ли смысл? 280. Ну, а почему нет? У меня 260. Ну, и у тебя 400. У меня плюс по деньгам идет. У тебя русского тоже плюс. Минус 26 только у Олега. Давай скинемся. Давай, давай, давай. Не, не, я у Айрона возьму. Ну, попроси, сколько надо. Бесни не будет. Так, я ей даю 500. Это 80 влияние. Плюс еще, так как она деньги хочет. Короче, и Рига надолго станет союзником. Филот уже, походу, мастерские отстроил. А то что-то дикий разрыв по кронке. Может, у нее золотой век? Нет, у него нету золотого века. Он 95, а у меня только 62. Ну, да, да, да. Видимо, мастерские. Отлично. Вот то, что Рига стала союзником, это прям бальзам на душу. Давай, короче, на следующий ход уже будем влиять. Занимать клеткой вперед. Блин, где появился? Ну, вон, Олег, я тебе просил засветить место выше. Ладно, ты пока там повоюй, я тебе напомню во второй половине хода. Я же светил, ты че? До тоже. ПОЖАПИШИЛЬ Stanley Ид 우리가 взял? ПОЖАЯ МУЗЫКА ПОЖАЯ МУЗЫКА ПОЖАЯ МУЗЫКА блин пришел миссионером куру и ур уже принял религию эти горе я бесполезно этого миссионера купил просто иерусалим успешно твоя религия как пожар тут распространяется 30 городов 3060 золото вход чисто с религии а у них 4 города они тоже как-то распространяют зачем-то у меня еще один гейроники подарю в общем они нас опережают только на одну теху это теха физика ну а кто какой по населению 2 3 4 отлично ну короче с развитием у нас по ходу лучше чем у них через вас один ход и этот инженер чуть не очень скоро так а нафига уже нутердам построить открытие допустим бей жопа пойдет честно на мрамор мне давай подойдем пример бон мрамор там по ногу так что-то у меня стало меньше а пантеон ушел поэтому религия теперь не идет с этих городов да кузницу еще можно ну я ж надеюсь вы на ранее 2 будете в первую очередь адыгу пытаться взять в первую очередь О, я ему тут смогу, друзья, Харара, я надеюсь, караван поградует позже, че. Каким образом? Он там бегает на середе, я в огонь построил, прыгал. Они замирились с Суром. Ну, не очень хорошо, что они его увидели, конечно. Надо его купить мне. А, он у тебя денег просит? У меня... Блин, да ладно, у них все равно денег нету. 138, 43. Мне его несложно купить. Да у них денег нету, не, не надо, нам деньги лучше хранить, чтобы наука была. Вот Рига засоюзить, это хорошая идея. Причем она надолго, наш союзник. На 20 ходов. Ну, видите, прыгнул, блин. О, круто, я успел к Иерусалиму. Я распространил в него буддизм. Фух. Ну, что, ты там не проверяешь, можешь ты вино обработать около Генуи? Не, подорожься туда. Так, все, ноль счастья. Давайте пока закончим. Везде рост. Олег, какая у тебя армия? Вторая. 63 тысячи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, Олег, как бы там твоего этого копейщика не убили варвары у этого лагеря? Угу. Слушайте, а что мне принимать? Какие у вас мысли? Думаете, тоже в честь идти? Да, могу. Да, я не могу построить там эту плантацию. Олег, ты не хочешь там подвезти арбов? Арбов? Ну да. Подвожу постепенно. Нет, я взял набожность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 олег там разберется с этим мерзким корейцем 10 10 у и у и и и и и и Так, этот бегал у нас в Панаму У нас есть Панама и Ур Во-первых, какой путь самый выгодный? Нью-Йорк Ур и Вашингтон Ур Во-вторых, не хотят ли... Нет, не хотят, никто торговый путь не хочет Ну, я бы в Ур отправил быстрее, чем в Панаму Потому что в Панаму те ребята могут перекупить Ур... Ур... Продолжение следует... Продолжение следует... Молодец! Продолжение следует... Продолжение следует... Он по тебе отстрелял... Не, ну ты просто клетку не занял, которую я могу занять спокойно... Ты же говори, вот отстрелялся, не просто там... Олег, ты тоже следи, а то Айрону и воевать и тебе еще говорить... Не, а то с непонятными терминами... У тебя ж видно, нет, так у тебя юниты союзника, тебе видны, походили они или нет... Вот видишь, они такие полупрозрачные стали у Айрона, значит он походил... У него же там что-то несчастье, а ты не можешь ему ничего доделать? Не, не, у меня просто разграбили счастье, я... В следующем ходу уже норм будет... Так... О, Рига внезапно обработала пряности, о, круто... У меня как раз столица... А, это ты обработался, молодец... То есть починить ты их можешь, да? Построить... Построить нельзя, починить можно. Трутория БУНГ Ч Ч Ч Ч Ч ничего двойного нету ничего двойного нету войск не хватает уже ну так строй их учете амбар караван колизей каждый ход по 30 монет будешь просить но у него там глюк какой-то ты олег расскажи и шутя глюк с этим сок ты скажу к тебе надо монет все дадут он может только 30 монет про себя я правильно понял да дай мне 100 монет так прими олег 100 монет или ты что ты че-то 20 секунд уже или 30 сеть предложение и 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 Смотри, чтобы у тебя там жили не могли захватывать все, что ли. И не забивайте, если песок посадить, чтобы что-то маска отличается. Так, здесь. Везде? Ну, там, допустим, если у тебя на холме стоит, то выгоднее в мастерскую посадить, и четыре молотка будешь получать еще и очки великого инжа. Так. 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 я короче своими арбами в профилку буду строить они наверно построили эти мы отставать по науке стали кого они не выходили в универ они вышли только что что они даже в гражданскую службу не выходили похоже у них гражданская они не знаю а философию не открыли они философию открыли я за это и говорю да придумала не в день на вещи как пришли не менее в 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну не знаю, у них... У эфиопа минус 11 денег, у корейца минус 28. Ноль и по нулям денег. Я Чеченецу Балху не против. Я не против. То есть у них наука, по идее, только если у Шошона. А впереди они нас за счет того, что открыли физику, это одна теха, и философию. Причем, по-моему, философия буста Кореи не дает. Я, правда, не уверен. Ну, если нацколедж. Но я не помню, честно говоря. Слушайте, ну, вот смотрите, я навожу на юниты корейца около Дэгу. И мне пишется, что у них плюс 15% бонус за дружественную землю. Вот что это? Нету такого. Ну вот около Дэгу, вот смотри, арбалет. Ну. Вот в крепости стоит. Бонус инфрендли лэнс. Или у тебя не написано такого? Ну, не знаю. Единственное, что я могу предположить, что это, может, Шошон подарил. И это бонус Шошона. А, ну да, это Шошоновый, наверное. Ну, это бред какой-то. Что Шошон может подарить юнита союзнику и получать бонус. Все равно этот будет юнит. Я думаю, почему я не могу стрелять? А это не джунгли тут. Не крепость, а джунгли. Прикинь? Ну, блин. У меня четыре этих не могут стрелять из-за этого. Сейчас быстро буду рубить их. Да, блин. Олег, а ты специально науку не ставишь? Или в чем прикол? У меня стоит наука. Это сейчас. У тебя не стоит ничего. А, философию. Философию давайте лучше. Зачем? А что вы хотите? Рыцарей. Рыцарей. Продолжение следует... 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 я че до сих пор там джунгли рубятся да я думаю один ход еще да там еще джунгли интересно почему он вот там поставил крепость потому что типа на холме еще больше защиты было а он ближе не мог там июньте наставили эти попаса что мы не подошли ними врубай джунгли сразу да иначе хана город обстреливать сейчас город давай лучше час юнит уберем да вам город надо взять да он подводит постоянно юниты будет твою юниту убивать сейчас убьет арбалета твоего и поставить туда свой юнит и что ты будешь делать нет все равно удивить обстрелял ну ладно давай убивай коня слона 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 на рабочего вагает и Продолжение следует... 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 философия может видеть генерала ты чё генерала там без прикрытия ставишь хочу допустим у тебя делал лесной слон внизу просто стоит он только что был вообще больной делал крылья поддарю поставь генерал лёша олег у тебя этот ходил миссионер да вот еще не видишь наружу отображать как я ходил кинфигин а 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 велика что пришел с нумпу генерала поставим науку сначала поставь потом я ночь два хода куда тренировать поставить на копеечка на а по че это нам даст когда продавлю бесполезный миссионер до сих пор жалею что его брал и 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 А чем ты, Айрон, стрелять собираешься? Не знаю, не совсем понял. Олег, поставь сразу после философии… А что, физику вы поставили? Кто-то физику изучает? Все философии изучают. Все философии вроде. Ну давайте сразу сталь и порох. Ну да. Там мой уникальный юнит. Олег, поставь философия, сталь, порох. А то ты забываешь. Так, поставим. Ну и через два хода генерал из-за этого исчезнет. Мы уже через один я сейчас пробуем. В Чикаго библиотека и Филадельфия, Чикаго мастерские. Окей. Ты, наверное, рабочего мне подари, что-то не мешало вам. Ну окей. Ну вот, пряности от Риги исчезли. Так. А, у меня терракотка появилась. Один оттуда войска взялась. О, убили моего миссионера. О, убили моего миссии. О, убили моего миссия. Вот. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ какая армия а ты на каком месте iron по 3 ты 2 5 5 33 тысячи отлично то есть мы 3 4 5 там рабочего что-ли захватили это около утики как я добью этого армай не добил я пошла под груз калиф вылет работает сейчас лагов нету кстати олег продолжение и и и и и и и и и ну не знаю а что вы мне дадите за это олег ты тоже еще можешь один город поставить вот ниже гепарегиуса и справа от нового карфагена надо с довольством решить могу ну все начались лаги ну блин рига через два хода перестанет быть моим союзником имеет смысл продлевать я думаю нет я думаю тоже нет что без не шо там рига делает вообще ничего не делает у нее нету юнитов что обстреливает арбалеты слегка я вообще на их месте ее взял честно говоря не посчастлива ну и что а генуя долго еще союзник блин как нам шашуна найти ну это вообще не честно по моему а и и и и и и Продолжение следует... 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 Слушайте, может кому-нибудь из нас статую Зевса построить? Плохая штука Ну да Кто-я построит ее? Ну она, конечно, тому, кто будет брать город, лучше бы Не двигай Карты не двигаются Да просто этого хода сделай сейф и все Тоже войска к Арфагену, раз ему там тесно Использовать Но у меня ходит Что у тебя, Олег? Ходит, ходит И предложение, Олег Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, в Бостоне пагод еще нет Ну и переключать тут тоже не нужно Субтитры создавал DimaTorzok Олег Деньги О, слушай, так у нас уже деньги заканчиваются Печалька А у них, они почему-то есть Какое-нибудь есть предположение, откуда у них деньги? Я не знаю Может строят Не, ну рынки Лично у меня почти во всех городах рынки построены Религия тут наша, блин, 66 золота имеет Айролиз Айрон, ты забыл статую Зевса Построить Айрон, ты забыл статую Зевса Слушай, а у тебя нет желания случайно Айрон генералам забрать у Панамы шрипаду, красители и железо? Тем генералам, которые я тебе сейчас подарю Нужно У нас же есть генералы? Или тебе все-таки у Ростова желательно генералы иметь? Ну я туда сейчас перетащу, у которого там у меня там еще есть Олег, тыщи меня, юн, ты меня там пожмите на драму, не забывай Не понимаю, откуда, вот откуда корейцы опять взял золото? А, ну он вообще Ригу захватил, да? Рабочий мешает Стоит на дороге Рабочий мешает 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 Продолжение следует... 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 Хм, то есть и теологию откроют, то есть они все-таки в универы идут. Ну, отлично. Я напоминаю, что мои минутмены бегают по холмам. Что дурные. И еще дают очки этого золотого века, когда убивают юниты. Заспаймим их минутменами. Странно, что до сих пор четыре города Эфиопа держатся в его религии. Тут уже такое давление должно быть. Ну, все равно, там же вокруг этих городов все остальные города в твоей религии. А городов много? У Эфиопа пять городов. У корейца... Я литейку дострою еще на распустяну. Шесть городов. И у Шошона... Тоже Шошона. Нет, если у тебя есть нужные Эфиопа, можешь мне притащить? Это у меня только два осталось. Я могу. Улететь, я говорю. Слушайте, а на карте-то сорок городов получается. Вообще, вот на данный момент сорок городов. Нет, тридцать девять, вру, тридцать девять. Ригу взяли. Тридцать девять городов. Из них тридцать три под твоей религией, пять под его. Уже пять, кстати. Только что четыре было. Эфиопа только что какой-то город, который был под твоей религией, переманил на свою. Не-не-не, это я основал город. Не, ну да, но у Эфиопа только что было четыре города, а стало пять. А у Айрона было тридцать четыре города, а стало тридцать три. Твой город – это другое дело. То есть там Эфиоп все-таки строит миссионеров и переманивает. Ну да, в этом есть смысл, потому что он культуру хочет от джунглей получать. Кстати, что у него интересно по... Так, у Эфиопа три чести уже принято. У Шошона коммерция. А у Кореи... Вот откуда деньги. Ну, кстати, да. Блин, может мне надо было вместо набожности коммерцию брать. КОНЕЦ КОНЕЦ Олег, гробов, поведи на лошади. Еще одного. Ну, можешь в принцессе, тебе не нужен. Потом если что, обратно. Нам бы по науке, вот я по промке первой урожайности, по науке буду, стать первым. Но мы не сможем. Слушайте, они уже на три техи, а что они открыли? Нет, не три, все две же. Ну как, у меня объясняет ФИОП 36, а у нас 30... Это не там смотришь, ты открываешь это дипломатия, и там намудешь у нас... А, блин, мне это... Мне это лень. Проще в этом смотреть. Там все равно как бы 100 тех. Так, у меня... Много этих. Кого? Куда их девать? Кого много? Разведов, разведов. Ну дай мне одного, я побегаю. О, около Сагунтума, или где там у тебя ближайший? В Чикаго провести, нет? Ну, просто в ближайший, где ты сможешь его подарить. Да можешь и второго даже вести, собственно. Ну что, я сяду вам военные юниты, отдаю. Хорошо. Олег, ты помнишь, что ты можешь через горы прыгать, да? Да. Не хочешь попробовать Ригу отбить? Да вот не знаю как. Давайте план придумаем. Ригу отбиваешь. Войск вроде бы их много, но не хочется их растерять. Вот пока у нас превосходится по войскам, нам нужно, я думаю, на Ригу. Отбиваешь, освобождаешь ее. Его юниты откидывает нахрен. И все так же думаешь, что замок там нужно строить? Пагода в Бостоне. Шнукном Нью-Йорк, Бостон куплено, осталось Филадельфия, Атланта, Чикаго. Генералов много, надо как-то пытаться подъедать. Ты Новгородом обрабатываешь Шерепаду? Или ты хочешь быстрее? У тебя все равно нету производства особо. Да это в стиле нашей команды, поэтому нормально. И главное, на красителе на железо переключено, потому что я по-либо забыл. Ну это самое ненужное тут чудо в игре. Так, значит, у нас три чуда, да? Улуру, Шерепада и Фудзи. Да. А у них одно Килиманджаро. Ну, самое, в принципе, прикольное из всех них. А ты Пагоды, кстати, уже везде купил? Нет еще. Просто если везде, когда везде купишь, не знаю, ставь на пророка и ходи нам и этих пророков сажай. Я предлагаю после пороха идти дальше в химию. Потому что там и производство будет, и пушки. Они, если выйдут в университеты, то у нас будет как раз тот момент, когда они везде будут строить университеты. Нам надо этих аркебузиров отстроить своих и идти в нападение. Олига, у Киа рынки везде строили? Да. О, красиво у Эфиопа. По деньгам. 0,0. 0,0-22 у Кореи, 1,0-4 у Шошона. Там корейцы. Сколько промки? Ну, я второй, 110. Ну, я третий, отлично. 104. Ну, они, видимо, на еду переключились. Хотя, не знаю, я по жителям второй, кстати. От Эфиопа недалеко, в принципе. И четвертый, божи, тревог. От Эфиопа недалеко, в принципе. О, я нацколледж построил. У меня 75 науки. Отлично. Они открыли университет. Они открыли университет. Видимо, сейчас начнут строить. Надо в атаку идти. Сейчас они должны, ну, вряд ли они сейчас будут восполнять юниты. Короче, все юниты перетягиваю туда, на фронт, вниз. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот каким-то таким образом Я построил DimaTorzok Блин Только я ушел арбалетом от Екатеринбурга Сразу там появился Варварский лагерь Субтитры сделал DimaTorzok Олег так вздыхает Бедняга Может вот сейчас Чтобы привезти сюда Аркебузира Чего? Слушай, у тебя около утики этот Длиннамечник Веди его ко мне Я его апну Субтитры сделал DimaTorzok Подведи генерала на клетку выжить Чтобы он потом сразу добежал И за один ход поставил крепость Вот сюда? Да Сюда Да Ведущий Субтитры сделал DimaTorzok 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 Может убить его раба Мы Третий обстрелок будешь потерять или что Но он не уведёт Он специально Куда его поставил Куда его поставил Они тоже вышли в порох Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я помогу в один раз станет артибулирует ну быстрее генералович старшин в мире и стреляет а ч нужно было подождать пока я ударил и спортом забрал подойдет от мы убили его нет мы его не убили нужно было на тех кто ждать я буду выстрелить это пиво шерпич ромки в в в в в в в в Ждать было нереально. О, минитмены. Это приятное. Напоминаю, что они бегают по холмам без штрафа. Типа, как будто у нас Килиманджаро. Нам надо как-то выбить этого архебузира. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. В общем, надо Корею давить. Как будто ты архебузира там добиваешь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Ты добиваешься в архебузире в крепости или нет? Крепости? Нет, не добиваю. Хотя добиваю. Я просто подлечился сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. И пока не спеши бить юниты. Да, и у всех моих минетменов две прокачки на пересеченную местность. классно. Потому что они рождаются с одной прокачкой, а у меня еще бараки плюс. у всех там счастье есть? Ноль. У меня ноль. Забирай. не хватает времени ходить на зачистку лагеря иерусалимского. иерусалимского. Пробую почву крепости потом убивать сразу. Хвачку на крепости? Хорошо, аккумузиром. Крепость сразу разрушена. Давайте, ребята, ломим, ломим. Крепость сразу разрушена. Крепость сразу разрушена. Вот около Риги у тебя, Олег, рабочий под раненым аркебузиром. Вот рабочего лучше убрать, потому что могут тебя аркебузира следующим ходом убить. Тебе придется рабочего захватывать, да. А так просто будет свободное место, ты останешься спокойно. Блин, а тебе не на что заменить там, да, этого аркебузира? Может, вы поменяетесь как-нибудь с Айроном? Айроном. Айрон. Или Айрон подарим у аркебузира одного около утики? У тебя там около Генуи стоят. Видишь, кореец уже подводит просто коцаные юниты. У него уже нет, они тратили время на строительство универов. Если мы сможем сейчас их продавить, то честь нам и хвала не сможем. У них круче наука будет. Плюс нам надо сейчас будет пушки еще строить. У нас сейчас производство будет крутое, а у нас оно и так крутое. 140. У тебя нету золотого века случайно? У меня без золотого века 131. Я на втором. Олег, а ты? По промке на третьем. Походи, не извлекайся. Лучше сейчас концентрируйся, как тебе походить. Давай, соберись, убей их всех. Просто доминируй. Отлично. Молодец. Теперь бы замочить этого аркебузира в этой... Блин, починил крепость. Захватываем. Блин, нахер я подниму. Блин, нахер я подниму. Блин, нахер я подниму. Сверху овägов, и не обезьянник. УСМЕННЫЕ НЕ ДЕЛАЛЬНЫЕ ЗИТАУХСКОЕ УСМЕННЫЕ ВОЙСКА НУНЫЕО ОЧЕМСИВНООНСКИЙ, КЛАЙНЫЕ СИЛАНИЕ ЛИОНСКИЙ, КТОМСКИЙ, КЛАНДАННОВЬЕ ВОЙСКА НУЖНЫЕ ОЧЕМСИВНООНСКИЕ ВОЙСКА НУЖНЫЕ ОЧЕМСКИЙ, КТОМСКИЙ, КТОМСКИ. Где взять войска? Слушай, Олег, вот у тебя следующим ходом Аркебузир около Риги умрет. Ты сразу ставь, сразу приготовься ставить на его место за ним, который Аркебузир, не желтый, а с полным здоровьем который, чтобы сразу разграбить эту крепость. Вообще, построи там пару рыцарей, тебе очень удобно будет рыцарями крепости грабить, ты так ходы теряешь просто. Кто такой парни? Ну я последний инвестима. Я второй. Нет, я даже не последний, а предпоследний. Вообще, конечно, Айрон, города надо тебе брать, у тебя Зевс. Ну, что поделать. Ну хотя бы пушками тебе надо будет обстреливать. Ну да. Ну я сначала все-таки разграблю крепость, наверное. Первым ходом, а? Конечно. Как ты его разграбишь? У тебя умрет этот, который на крепости стоит, он умрет сейчас. Нет, слева, слева. А, ну блин. Я боюсь, что ты не успеешь. Ну, я же говорил, не успеешь. Еще я эту крепость отдал. Прогрузка какая-то в ихнюю пушку. Крейнера, вову, Левей, почини крепость там. Где у нас все подчиненные? А, да, блин, это их крепость, а сурит, плен. Крейнер, вову. Крейнер, вову. Продолжение следует... Ну там генерал-код видит. Продолжение следует... Слушай, дави давай Ригу, просто атакуй Ригу нафиг и захватывай её и сразу освобождай, чтобы его выкинуло юнты. Ну хорошо, я сейчас буду давить. Что открывать, коммерцию лучше или рационализм? Честь, бери, какой рационализм? Какой рационализм у тебя науки нету. Бьём, да, по крепости, я тебя занимаю. Я тут лошади прыгну, пограблю. Поставьте все на универы науку. КОНЕЦ КОНЕЦ Надо Ригу взять. Как вам мой план? Тричный. КОНЕЦ КОНЕЦ СЛОН КОНЕЦ Может отъезд с генералом Две крепости Как думаешь? Да убивай его и Грабь крепости Это территория, я думаю, Риги отойдет Она отойдет Риги, да Тебе главное Ригу захватить И сразу ее освободить Чтобы она стала твоим союзником А его юниты выкинула Тебе главное Продолжение следует... Айрон, около Новгорода. Забирай все. Продолжение следует... Неужели... А? Юнитами? Стрелять особо нечем. Ну, постреляй чем можешь, потом атакуй наземными юнитами. Мон, в принципе, у тебя, который ниже реки... Да нет, ладно, до следующего хода дождемся. Так, я третий по производству. Надеюсь, Олег, ты второй? Да. А по населению вы на каких местах? Встречу. Ну, я второй. Да. Ну, слушайте, у нас все еще не так все плохо. Ну, скажем, у нас такая территория две трети на одну треть. По количеству. Кстати, Айрон, тебе лучше уже пушки везде строить просто. То есть, я буду тебе живую силу, а ты пушками города брать. Потому что, ну, у тебя статуя Зевса. Представляешь, как пушки будут по городам упасить? Меня слышно сейчас было? Да. Да. Когда-то More Carla. Проще, ваше время. Да. Где?.. Брррррррргррррррррр? Экиpfедррррр. Экипедрррррррррррррousи���ррррррр. ГВас. Продолжение следует... 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 и вышел сразу это бред блин задолбал он постоянно кликает за одну секунду я ему отвечаю ему не понравилось все делать не отойти на данную минуту юниты убиваете поэтому их нормально с деньгами зато у них с юнитами проблема поэтому надо этим пользоваться так ну чё кто ходит кто нет олег только не нападай пожалуйста ни на кого но уходить могу iron не ходишь не ходит дайте пожалуйста хоть тушкой хоть чучелком надо брать он может сейчас крепость поставить вот там зерки бузер у него сверху не может он сейчас поставить туда а уже не может прикольно что после всех этих выяснений он продолжает ходить на последних за три секунды стреляет а я понял что у них продвинулась просто кореец построил универ в столице у них же этот бонус ну в принципе у меня универ в столице кэш атакуйте мы сейчас можем взять дня без нет я стреляю возьму они стойки возьми чтобы у меня крепость осталась мы да да правильно создаем марионетка они сейчас обратно заберут еще там пушка короче у меня в столице два хода универ строится я построю в принципе цирить как у вас там трое строй меня три хода убирай посадить пророка убери пока мин из мэнов около новгорода так куда мы идем печатный пресс мы идем по тем же техам которые открывают они они открыли печатный пресс да и по моему они металлургию открыли еще ну то есть уланов что не очень хорошо конечно убери красного раненого мушкетера ниже дегу из-под обстрела красный как не можешь поставь по меня вы местами вот ниже у тебя стоит аркебузер не красный полностью точно и беги может рыцарем вот вперед куда-нибудь понял разграбил по краю карты дальше сбегать посмотри чё там там город у него у меня специально так долго твердый последний у меня специально так долго твердый последний чего говоришь специально что ли термин последний все доходит вот 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 Я тебе инженера углу Новгорода подарил Пророка посадил, глянь, чтоб ты переключился Субтитры сделал DimaTorzok Да, конечно тут трындец, сколько юнитов, вообще все клетки заставлены Мне нравится, когда столько юнитов Кайфово Напоминаю, что у моих минутменов прокачка на пересеченную местность То есть на открытой они так себе Плюс у них бонус к... Ну то есть они, когда вы убиваете юнит, они к очкам золотого века добавляют Ими хорошо города брать Так, тебе надо пушку убить в первую очередь Слышишь? А, это... не знаю, это кому... кто? Айрон будет убивать или... Айрон Я крепость... так, это крепость моя, да? Да, ты в крепости в защиту ставь И пытайся арбалеты на бананах мочкануть Да Ну где он будет на последних секундах ходить? Около Адвы, да? Около Адвы, да? Врёшь ты всё, видишь, лишь бы... это... человека Вау! Индустриальная эра! Это военная наука Ну вот это они, скорее всего, Оксфордом взяли Около Адвы, да? Около Адвы, да? Около Адвы, да? С Velvet's вау как тут блин пестро все трындец я пожалуй скриншот сделаю что лучше брать пусан или чанчжу что удобнее я хочу генерала поставить на бананы на какие бананы возле тегу не слушайте да он сразу две крепости сможет тогда забрать обратно не надо лучше всего поставить вот на нет и и там плохо блин знаю я бы вообще не ставил те что много генералов вам ну да два кого забирал нижний ну давай нижний просто дело в том что это тебе надо делать потому что у тебя бонус против городов у тебя там пушки ты же это не хочешь попробовать пушками нет не надо да Продолжение следует... 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 вообще было бы неплохо конечно поставить генерала вот на лошади справа от чем друг слышишь олег на лошади справа от чем джону только тебя надо будет очень контролировать чтобы он две крепости не отъел обратно ты же где у него стоит сейчас корейский красный но в раненый полностью вижу а ты можешь подарить мне айрон что минитмена этого этого да а ну так сначала на дорогу тут Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Я сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 этот вышел по промке эфиоп давайте посмотрим нету ли у него золотого века у него золотой век хочу у нас пушки подставляются под удары около дэгу например но вы в курсе что там нету форта да так на всякий случай да вот тебе бы пушку айрон вот видишь он уже джинджу может брать там всего 21 защита если бы у тебя была пушка вот там где арбалет стоит справа карфагенский то блин джинджу не знаю заход 2 падал бы а у них еще я забыл еще бонус корее у них смотрите академии 10 дают а у нас академии дают только 8 по моему точно на последнюю ходит сколько говоришь олег у тебя науки 41 я просто 154 век там левее это вот так уже все уже превратился лёш минетмены нужны твои они очень крутые айрон дашь ему минутменов она видимо вверх мне нету смысла идти на нету как тебя нету медвона около утики минутмен и Продолжение следует... Эх, Гену и Петру хочет... Я тоже хочу Петру... Так... Чуть до сих пор крепость не поставил... Где? Справа... Там где стоит раненый... Красный... Дороги нету пока еще... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как же это кавалерия воевать-то, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо было там крепость ставить. Надеюсь, следующим ходом ты ее сможешь поставить, пока тебе не убили аркебузер. Или там, не знаю, поменяешь его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не пойму, у тебя там пушка стоит, а Джин-Джу вообще ничего не снято. Ты что, пушка стоит что? Ты что, пушкой по юнитам стрелял? О, смотрите, пришел пророк эфиопский и в религию обращает. Откуда у него веры столько, блин? Уже 13 городов. Но это, кстати, им производство дает? У них же там процент на производство. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сколько у тебя аэрон науки? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня 190 уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, они открыли удобрения. В общем, им до арты чуть-чуть осталось. Что делать будем? Почему ты еще не поставил крепость до сих пор? Я не пойму никак. У тебя что, дороги проведены уже... Куда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там не могу я поставить. Ну почему ты там не можешь, и все, дорогу-то ведет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего я на 5 книжек? Через этот, как он называется? Слушай, ну у тебя же дорога вела прямо к этим лошадям. Через пушку проходил и ставил там крепость. Давай еще одну поставим. Да ладно, все, нет. Зачем генерала? Пускай у тебя плюс. Ты генерал только подведи ближе, чтобы юниты бонус получали. Мне надо архебузировать. Ой, не архебузирую, а как они? Нет, мэны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все, как ты хотел, Леш Я хотел, чтобы ты для этого потратил одного генерала Ну так он же, ты видишь, поставил Он молодец Слушай, а чего у тебя скаут ниже Петербурга, Айронс, стоит? Поставь его в свои границы и удали Деньгу получишь, содержание не будешь тратить Или он тебе очень нужен? Твой любимый скаут... Я там раньше смотрел, короче, и в бармен павлю внести Я потом про него забыл Инженер родился В следующем форте входом красный форте построить Да Слышишь? Да Олег Олег, возьми люксу Я не успеваю, караван надо Окей, принять нужно Олег, тебе сделку нужно принять Я принял Продолжение следует... Блин, Леша, давай сроченько... Ну, началось Дежавю прям какое-то Надо продержаться Реальный шанс город взять Ну, у меня нету юнитов А если даже они у меня есть, то я нахожусь очень далеко Олег, тебе может юниты только если айрон дать Айрон, пришли кого-то, не могу держать Я не могу никого кидать Ну, не знаю, может сжигать его тогда Блин, слушай, у тебя же куча юнитов, смотрите, все заполнено Все клетчицы... Буду добивать Буду добивать Буду добивать молодым Хей Мне надо идти Красный форт строили Красный форт, Олег У меня нету юнитов У меня нету юнитов И который секрет Всё много Ну, не знаю, нету юнитов У меня нету юнитов Не знаю У меня нету юнитов Ook УПОСТОК Ух Алgar Алпар Loud Отпоя Алпар Спасибо Алпар Продолжение следует... 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 Слушай, постройка в Новгороде универ. После мушкетера. Олег, я смотрю, ты уже везде построил универ и кричит мне, где юниты. Обалдеть. Ну, не везде еще. Айрону Новгорода, не забывай про юниты. О, я смотрю, у тебя в ответочку тоже генерала убили. Да, что-то я поздравляю. Поздравляю. Айрону Новгорода, не забывай про юниты. Олег, у тебя ниже Дегу стоит полностью здоровый аркебузер. Ты можешь убить вот этот, около Пусана, кавалериста, который защищает рабочего? Видишь, у него нет вообще жизни. Не достает. Нет, не достает? Нет. Ты не добивай только этого кавалериста, его добьет крепость. Я так тебе напоминаю. Ты лучше вон еще аркебузера вот выше, который разграбил. Бей. Да, войска подсократились. О, поставил генерала. А нет у нас генерала, да? У меня нет. Был у нас генерал, но… Изменяем. Что, на последних секундах ходили, Олег? Зачем? Зачем ты даешь повод? Бельс 對,ory… Нажимаем. deeds… Бельс Игнию взрослым, Крепости эти Смотри, Айрон, я тебе около Ярославля дарю полностью убитого мушкетёра Посмотри, какие у него прокачки, сколько их у него Так, начинаем отстреливать город, я думаю Ты эти крепости разграбь Ай, какая правда Так, начинаем отстреливать город Сказка Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребята, 6 ходов удобрения, а Oxford у меня строится 5 ходов. Так что через 5 ходов вполне можем иметь... Так что опять за лаги... Продолжение следует... Что-то кавалеристы... Хотя бы одного бы сейчас... Ну вот надо русском устроить, это же его уникальный юнит... Как раз против раненых отлично работает... Блин, Олег, ты так ни одну крепость там и не смог разграбить... Ты ж этих аркебузеров не вытуришь из этих крепостей... Слушайте, ну не все так уж и плохо... У нас через 6 ходов тоже будет арта... Они ее еще не открыли... За 6 ходов мы уж как-нибудь вытянем... Денег у них есть... Денег у них есть... У них 128... Так, у Кореи вообще нету 128 денег у Эфиопа... Нету, у них только на 1 ап... То есть одну арту если только апнуть и все... Генерал в Корее... О, 4 хода уже? А кто переключился? Это генерал... Я... О, на последние секунды походил... Вы видели? Ну это не последние секунды так, на минутку... Без 6 секунд походил... Следи просто более внимательно... Так не я же... Я понимаю, Олег... Я не возмущаюсь... Блин, а кто вот переключился на удобрение позже? Почему было 6 ходов, а стало 4 потом? Кто что сделал? Я 6-м сразу поставил... Чего ты 6-м сделал? Шифтом во рту поставил... И ничего не переключено... Теперь у нас удобрение откроется чуть раньше, чем... Требовалось... Существенный ручка походил... Клик... Существенный ручок... так ну оксфорд 3 хода и удобрения 3 хода вы рады что через три хода у нас арта будет генерал у нас iron минитменов забирает давай там олегу он от них фанатеет олег что то у тебя за аркебузира около карфагена стоит довольство надо срочненько есть какой-нибудь на забирай так я в белград посадил шпиона олег еще раз что за карфаген за аркебузира около карфагена нового стоит ты забыл про него карфагена новый карфаген нижний город твой на мрауре опа это кто-то подарил кто там тебе мог подарить его ур не мог нет он не военный город так они все еще во рту не вышли ну прям чуть чудо какое-то я даже и не думал что мы можем с ними одновременно выйти во рту ты там только у гену и генерала не просри и вот эти минитмены которые около ростова и около ярославля я тебе отдал они очень круто прокачены имею ввиду не понимаю анинос на две технологии опережают но одно одно удобрение это понятно что еще а оптика слушай зачем они оптику открыли случайно может кто-нибудь забыл переключиться кстати а у тебя юниты айрон у тебя сидят же в городах эфиопа да или где ты там сколько через сколько ходов ты своровать можешь очень долго да ну вадисабабай только посадил ама 257 ходов ну а два понятно надо было в сеул сажать все он явно самый у них научный олег а у тебя где сидят юниты шпионы у сан гандер а зачем в гондоре посади наверно все хорошо но чуть позже и как и и и и и и и и что-то мне не нравится удобрение написано один ход а нарисовано что не у всех написано один ход удобрения дарусь два у меня вот она сейчас переключусь Олег все еще два у тебя написано два у них арта уже ну они видят что вы этим ходом вышли и единственное апнули ее Олег все еще два хода написано да да но я видимо отложу тогда на один ход Oxford а сейчас посмотри два я не могу с него справиться Слушайте, ну артой мы по идее должны смести, у нас же производство выше, как минимум корейцы мы уже унизили Вот блин, открылось удобрение Ну, придется вам один ход подождать Включайте, наверное, экономику А зачем ты уланов строишь? У тебя ж твои кавалеристы круче Это было бы еще речь Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну постарайтесь сейчас под артой, как мы можно меньше юнитов Пока наша арта не подойдет Следующим ходом я ее открою И мне, видимо, надо будет сразу ее строить, да? Минутмены нафиг уже нужны Конечно То есть ты считаешь, Олег, минутмены круче, чем арта? Нет, арта покруче будет Ну, слава богу Как бы отапгрейдить? Никак, нет у нас денег А сколько там стоит, вы не помните? 120? Нет, я не помню Или 90 или 100 Бойска нужны очень Мы уже понимаем, Олег, только не надо подставлять под арту А где у них арта? Вон наверху, понятно А где у них арта? А где у них арта? А где у них арта? Арта открыта, можно строить Арта открыта, можно строить Так, у меня через 4 хода будет Ученый Как думаете, куда лучше прожечься? В райфлинг, наверное? Ну, в стрелков? Или в индустриализацию? В индустриализацию, конечно Что мы тут думаем? Ты можешь подарить артиллерию одну? Айрон Ты меня её видишь? Да, возле ТЭБУ А, непонятно как, да, её дарить? А для чего она? В ТЭБУ поставлю, сейчас буду бить КОНЕЦ Хотя я сейчас... ты строил твой своих казаков ты строил твой ты строил твой что кореец отбил дэгу обстреливай пушкой 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 обстреляет ли который ну олег ну как у тебя забирают город пусть чем-то в это время занимаешься я вон убил только шат двоих чужих надеюсь хотя бы и Продолжение следует... 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 Это вы про кого говорили? Ваня, он похилится Субтитры создавал DimaTorzok Опять зависон Да Идёт загрузка? Да Нет Хорошо Рассинхрон Идёт Я им написал, что ты крашнулся, чтобы они не атаковали Олег, сейчас не атакуем в начале хода Олег 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 А как мы сейчас по науке По сравнению с ними Отстаем на одну теху И это теха-оптика Что-то у нас не грузится ни хрена Я думаю, что надо завтра продолжить Уже час ночи почти О, загрузились Загрузились Так а как? Мы должны сегодня доиграть все Да, загрузились, но Блин, что такие напряжные партии идут? Таймер не идет Ну я типа не вышел еще Но я закрываю через диспетчер Да уже линдекс вышел И хвой май вышел По-моему, очень скоро будет А именно следующим ходом Ага, ты не ходишь, да? Ну что, перезайду? Ну что, перезайду? Ну что, перезайду? Субтитры сделал DimaTorzok Леша Олег Чего? Как с Ригой у тебя отношения? Сколько продлятся? У меня вообще нет с Ригой Ты ее союзник А, я союзник У меня уже все заканчивается У меня вообще нет никаких отношений с Ригой Я тогда беру дань с нее Просрать столько много денег сразу Эх Так, так вот Я вам напоминаю про ученых Что Вы их мне отдавайте Потому что у меня больше всех науки из нас Все, апнул хорошо Апнул Тебе нужно было Робо захватить в крепости И крепость разрушить Это слишком легко Олег, предложение прими, пожалуйста Сейчас одно Продолжение следует... Так Индустриализацию всех Сейчас я проверю Экономика Выберите индустриализацию, пожалуйста Все Я прожигаю ученого Сейчас Так У меня нет Я тебе ничего не могу дать Я тоже Ты мне давал Мне нечего Можешь открыть Посмотреть, что я тебе ничего не могу дать Ты индустриализацию выбрал? Выбрал Ну конечно Ну конечно Блин, да фиг меня всю И прикликивает Весит так Капец 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 не знаю блин олег ты apple пушку скажу так 95 95 так у меня будет 41 и 33 к тому что держи вот эту пушку рядом с дегу я тебе на нее деньги накоплю апнешь ее лечи ее смысле и и и и и и Гляньте, когда у вас ученые. Блин, а ничего, так неожиданно Ростов начали нападать. Потому что я у них тут, этот, Сеул штурму. Ну а что, он зашел, посмотрел твою карту. Почему бы на Ростов не нападать? Он же увидел, что тут юнитов нету, что ты его отводишь. Что ты их отводишь, точнее. Слушай, а ты рань эту кавалерию около Ростова арбалетом, а потом атакуй своим казаком. Я уже казаком прозак. Ну тогда хотя бы в Ростов посади кого-нибудь, чтобы силы было больше. А как ты так проспал атаку? Там же тебе все видно. Проспал уже. Спишь уже, да? Да. Ну как, ты убиваешь этого? Он полечиться не может, потому что этот, ну в смысле, разграбление... Что рассказать? Разграбление Форта ничего не дает. Ну по идее убиваю. Ну ты должен сразу атаковать в начале хода там всеми. Он всю игру меня перекликивал, я не знаю. Ну ему ж тут не одним юнитом надо это сделать? Надо у меня. Да. Апгрейдить. Апгрейдить сможешь? А, да. Забирай. Олег, забирай. Сейчас, сейчас. О, блин, он еще вылечился? Зашибись. Нет, ты другой уже. Как другой? Того я закликал. Нет, я знаю, что другой. То есть, там у тебя этот был. Этого же ты тоже мочил, он же желтым был. Правильно? А, да, да. Ну, смотри, он раненый. Так что, тебе надо сначала казаками мочить, тебе главное убить его и на его место встать. Ну, да. Мне надо срочно войска. Опять? Взять Сеул. Блин, там Олег уже Сеул берет. Внезапно. А как я нафига тебе рассказываю, что у тебя тут все зашибись? Да, у тебя там все нормально, блин. Ты за пару ходу должен его убить там. Так чтоб они не поубивали моих, кем я буду брать. Мало. Так у тебя три юнита как минимум. Да, что ты паришься. Ты следующим ходом должен вообще Сеул брать, по-моему. Боюсь Ростов терять. Вот, Ростов, да. А, я не хочу на это все смотреть, вы меня нервируете своими. Вообще хреново, что такие лаги. Короче, те игроки, кто очень медленно кликает, получают преимущество. Да, Ростов взят. Сеул тоже. Ну, этот обмен меня устраивает. Слушай, он его отбить не может. Убивай ему юниты там рядом с Сеулом. Смотри, он там полудохлый. Да, да, все. Олег. Олег тащила. Олег тащила. Сейчас будет Сан. Так, давайте стрелков откроем. Или подождите, слушайте, стрелки 34, а эти 30 гатлинги. Может, ну нафиг пошли в школы? Нам их будет время строить, Лёш. А стрелки? А мы что, будем стрелков строить? Мы будем строить арту и кавалерию. Ну ладно, слишком. Ну что, там есть какую-то возможность Ростов отбить? Обратно. Я там те вроде пушки какие-то передаю. Олег. Олег, полностью унижай корейца. Слушай, тут лайки, по-моему, не фейерплей абсолютно, по моему мнению. Сколько это, опасения его были или нет? Чего? Ну сколько, это два города у него осталось, да? Сейчас гляну, да, два города. Зато, блин, там эфиоп начал нападать на лего юниты. Слышишь? Бля, ну хрень. Слушай, надо очень быстро Ростов отбить и нести все юниты Олегу туда. Ну и самому нападать, естественно. Блин, там сейчас кавалерия разнесет всю арту. Убивайте эту кавалерию всю, Олег, очень быстро кликай пушками. Ну блин, ну опять рассинхрон. А, нет, прошло. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот ту арту надо убить, которая сверху вообще полностью раненая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поп-17, halo Я подарил пот чунжу Слушай, да какие фабрики строю армию. Там арми нет вообще. Олег , армию тут надо просто давить уже мясом все. Они еще даже не вышли в индустриализацию. Мы всегда успеем. Скоро, по-моему. Что? Через четыре хода ученые. Отлично. Не забудь только мне его привезти. Хорошо. Кто-то коммерцию убрал? Олег, ты помнишь, я должен коммерцию взять? Сейчас пока не брал. Ну, у тебя же скоро там вроде, да? В общем, я инженера привел. Тебе надо следующим ходом сразу перед Сеулом поставь гатлинг, потому что там может кто-нибудь прибежать. Хотя... Блядь, где же его поставить-то? Там, где дорога идет. Там, ну, елки-палки, блин. Ростов чуть-чуть не хотела. Но за песком войска надо ты можешь ланом там кавалериста добить нет нет и и и и и и Слушай, а всего лишь великая библиотека была, да? А ой, Пиза там Вот Пиза, кстати, класс, на У тебя за счет этого быстрее должен ученый появиться, Олег Так, а что мне делать этим великим менеджением? Взять коммерцию и построить Биг Бен Не будет у тебя такой возможности? Будет, через четыре хода Или, слушайте, через четыре хода архитектуру открываем И я могу инженером построить этого Фарфорку Точняк? Да Ну да Нафига нам Биг Бен? А фарфорка, это у нас еще техи открываются Школы Я школы везде построю у себя А вы сильно по армии отстаете от Эфиопа? 76 тысяч Блин Ну это я третий Ну понятно Если Шашон последний, то я не думаю, что у Кореи еще какие-то войска есть Нам сейчас главное кавалериста убить, слушаем Ну он сейчас отобьет обратно Ты выходи лучше из Ростова Слушай, Айрон, ты занимайся своим городом Пускай там Олег Сам тихонько Добивает корейца Так, но этим ходом он по идее не должен уже его взять, да? Нет Взял все-таки, блин Так, я тебя веду тогда, да? Инженера Да, веди Желательно, конечно, быстрее это сделать Тоже через три хода фарфорка будет Слушай, у тебя около Сеула рабочий стоит открытый перед ртой Шашон Так убери его, он у тебя ходить может Или ты его специально держишь там? Специально Ага Ну ты понимаешь, что кавалерия может его захватить А потом все равно город атаковать? А у него 35 производств Он У кого? У Шашона? Санайка Ой, у Ну, захватывать-то будет Шашон Не знаю, что имеет смысл брать Ну, пускай, конечно, постоит, если он тебе не особо нужен Но я бы туда юнит какой-нибудь поставил Так нечего, не могу ничего поставить Да, пускай ни далеко не его И снова доешать Все дsocial Продолжение следует... О, ученый есть. Давай тоже мне веди. Все мне, инженеру, ученого. Слушай, ты подари, может, Айрону, он там дальше сам проведет. А то будет там проблемы по дорогам. Ты следующим ходом, не знаю, Айрон, мне кажется, лучше убить вот те раненые кавалерию, которые справа от Ростова. Так-то он его все равно захватит. Ну что, я так понял, Сеул следующим ходом будут брать? Боюсь, что да. Может, его тогда, ну, аннексируй какие-нибудь здания там, попродавай? Что там вообще есть? Да у меня плюс один. А какие там здания есть, расскажи. Я не знаю. Нет возможности. Надо просто его закликать. Я мог бы его убрать пулеметом. Блин, а, да. Так, вы там ведете мне инженеры и ученого? Ведете, молодцы. Олег, предложение. Олег. 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 Продолжение следует... 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 трюфели айрон нету трюфелей потому что у меня уже зараз рамки что-нибудь можешь дать лёша в плане счастье нет мне 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 тебе нечего дать ну что ты силу возьмешь нет подводи мушкетера около тегу в ту сторону я имею ввиду я не я не понимаю вот этого тут выиграна игра опять в который раз открываю демографию полностью на первом месте там карфаген по производству и по всему ну уже практически конец игры и мои давние зрители знают что в некоторых вот своих таких длинных видео хочу иногда проверить что человек досмотрел не так не совсем до конца но хотя бы до этого момента это больше семи часов прошло поэтому если вы хотите вот так показать что вы действительно долго и внимательно смотрели это видео то напишите в комментариях зачем халецкий вставил в видео как он голый бегает по лужам вот этого достаточно я пойму что вы мой внимательный зритель вау Продолжение следует... 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 я возле того стоит арта вообще ничего не делает который ход я это цель для мысли видишь а скоро у тебя честь будет закрыта полностью iron 7 ходу показывает на что тень ты еще убила коль на кстати а ты же а ты же сможешь генералов за веру покупать закроешь честь много у тебя веры уже накопилось тысячи мы идем в стрелков олег ну тыщет наверно один генерал олег стреляй по 2 быстрее блин так что же делать Че ты сразу не стрелял и вала не подвел? Подведи улана, Олег. Я стрельнул по кавалеристам. Олег, подведи улана. А во-вторых, тут бы Сеул взяли, я сначала отсюда сбил. Да, че ты Сеул, там один житель, а мы бы взяли, а двое ему ослабили. Надо уже Эфиопа ослаблять, да. То он там уже Питер берет. Все, берет Питер, да? Да, все, его никак нет. Ну, подведи хоть кавалерию, следующим ходом отобьешь. Прямо рядом с Питером поставь, не знаю. Я там выведу еще с города кавалерист уже. Подвинь арту тоже вот около Новгорода, на холм ставь. Не, ну вот как к этому относиться? Человек зашел, посмотрел твое местоположение и внезапно стал атаковать в другую сторону. Ведь что, это никак не обращать на это внимание? Ну да, это хрень какая-то. Ты можешь Уланом убить кавалериста? Я на следующий ход попробую А2 взять. Добегает у тебя Улан? Убей сейчас. Да, да, да. Олег, убей. Сейчас убей. Убивай, убей его. Убей. Фу. И артую обстреливаем быстрый город в начале хода. Хорошо. Там, блин. блин ну так теперь продевал этот правда отбил заново понимаешь олег вот смотри сеул это уже мусорный город на данный момент да там есть чудеса но он сам по себе говно а 2 еще целый город к ты его когда вы его возьмете слушайте так бери мы iron да 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 еще про он отвел почему-то юнит он видимо не он не нет он просто не думал что ты что твой юнит может пробежать он забыл что это минутмен который бегает по пересеченной местности может по удаляй ему там здание или он не заберет ее обратно эту город заберет почему не чапа удаляю кавалерию поставь на забирай снова так почему мы оптику изучаем я не понял почему мы ее изучили вообще так куда идем дайте нет давайте наверное в биологию пойдем нафига нам электричество или мы можем электричество открыть а айрон ты у тебя есть возможность оксорт построить нет может пойдем в этих стандартизацию штурмовую пехоту ну мы в любом случае через электричество то должны идти блин что приближал он незаметно совсем незаметно было на олег не расслабляемся давай надо добить эту игру болтали ты арту не уводи ты че увел его то 2 нам его постреливать обратно и обратно я не уводил обстреливайся ты не уводил слушай а у него как бы не было там арты около 2 я не знаю ты прошлом ходу мы ему кричал типа чтобы на 2 обстреливал а я смотрю что у него нету там арты так я могу забрать вот эту шапочку забрать кучу чего и а подлечил шапочку мехал сифари ну для тебя просто шапочка так кого будем брать да корейцы уже допилите блин ну пусан тут держится крепко тут слушай вот там он подходит опять к сеулу слушай ты бы починил лучше крепости вот вокруг джинджу он хотел твоего этого забрать джинджу может обстрелять нет не может кавалерия у тебя внизу стоит ты помнишь о ней защити своего рабочего около сеула вообще подведи туда кавалерию ты сможешь потом сеул отбить да помню хотел тебя рыцарь между иерусалимом и японом что-то там стоит он охраняет у меня тут важные эти коммуникации джинджу караваны караваны кстати у меня довольство закончилось да у всех заку у меня 0 например у меня есть а он разград был обстреляй сейчас в адву на город адву стрелял стрелял в даче Сеула да в боссовый пустил ты бы спросил я бы тебе сказал куда послать уводи арту около новгорода дать пулеметчика тебе айрон да зачем не нужен нет внезапно олегу не нужны юниты он готов и всех создался я 5 по промке 129 ну я третий второй парни 100 тысяч я первый первый до всем по всем показателям первый ну нам короче надо эфиопа я так понимаю что еще об там главный локомотив экономики вообще конечно очень желательно корею допилить наконец аж вон просто не мешался тупо слушай они пойдут ярославль сейчас брать не вижу ой блин а ты отказываешься от войск я тебе предлагал да то не надо слушай ты здесь закончи свое дело скорее слушай не надо строить фабрики пожалуйста строй войск ты мне говоришь нет у меня пять ходов до принятия идеологии забирай адву как я пытаем заберу а 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 Продолжение следует... 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 Ладно, спасибо за игру. Спасибо и вам. Спасибо, пока. Пока. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад разместить его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что доставили до конца. Удачи и играйте в умные игры. Удачи и играйте в умные игры.